Здравствуйте! В эфире новости Смоленской АЭС в студии Александр Блиников. Мы расскажем вам о важных событиях, которые происходили в жизни атомной электростанции на минувшей неделе. Смотрите сегодня выпуски. В Ельне открыли памяти к матери-героине. В Десногорске наградили участников Спартакеады. На плановом совещании с руководителями подразделений директор предприятия Александр Васильев сообщил о работе атомных станций России. Суммарная мощность по концерну в работе 24 455 мегаватт. Текущий киум 93,2%. О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия. На Смоленской АЭС в работе три энергоблока. Мощность суммарно составляет 3150 мегаватт. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. О выполнении ПСР-проектов на Смоленской АЭС рассказал заместитель главного инженера по инженерной поддержке. На прошлой неделе прошел ежегодный отраслевой форум по развитию производственной системы РУСАТОМ «Лидеры ПСР». На форуме были подведены итоги отраслевого конкурса ПСР-проектов и ППУ. В номинации «Лучший организационный проект, направленный на вовлечение персонала в ПСР» победила Смоленская АЭС руководитель проекта Шубта Евгений Александрович. Председатель первичной профсоюзной организации Юрий Кузнецов поблагодарил директора станции за поддержку творческих коллективов, занявших призовые места на 20-м международном конкурсе фестиваля «Праздник детства», что прошел в Санкт-Петербурге. Отдать дань уважения и памяти женщине, которая перенесла все тяготы военного времени. В Ельне открыли монумент матери. Давняя мечта ветеранов и жителей города гвардейской славы воплощена в жизнь благодаря содействию областной администрации, Смоленской АЭС и префектуры Москвы, а также всех неравнодушных людей, внесших посильную лепту в благое дело. Репортаж с места событий смотрите далее. Монумент высотой в 2,5 метра, отлитый из бронзы и установленный на постамент, гармонично вписался в сквер боевой славы, расположившись рядом с другими архитектурными композициями, посвященными Великой Отечественной войне. Большинство братских могил мемориала также обустроено при поддержке Смоленской АЭС. Символично, что мы открываем эту скульптурную композицию в год 70-летия победы Великой Отечественной войны на героической Смоленской земле, где в годы войны воевали и трудились тысячи женщин, воспитывали детей, ковали победу наравне с мужчинами. О заслугах женщин перед Родиной говорили заместитель губернатора Смоленской области Ольга Окунева, глава Ельни Владимир Левченков и другие почетные гости. Они отметили, что в годы войны женщины проявляли подлинный героизм, воспитывая детей, работая на полях и заводах, а также сражаясь на фронтах. По словам смоленского скульптора Константина Куликова, работавшего над монументом, в нашей стране много памятников мужчинам-героям, и так мало женщинам. Я очень счастлив и горд тем, что благодаря инициативе Ельнисов мне посчастливилось создать памятник матери, и тем самым сказать слова благодарности всем матерям нашей большой, огромной страны. Открытие памятника – важный шаг в патриотическом воспитании подрастающего поколения, формирование у молодежи бережного отношения к женщине-матери, которая дарит человеку жизнь. В Десногорске состоялось закрытие 25-й Спартакеады среди работников Смоленской АЭС и подрядных организаций. Юбилейные соревнования стали самыми массовыми, в них приняли участие более полутора тысяч человек. 186 комплектов наград поручили победителям и призерам Спартакеады. В общекомандном зачете золотым призером стала команда реакторного цеха. На вторую ступеньке пьедестала почета команда безопасности. Бронзы удостоена команда цеха обеспечивающих систем. Первыми награду получили спортсмены, защищавшие в июне честь атомной отрасли на международных спортивных играх, трудящихся в Болгарии. Команда «Атомспорт», в которую вошли наши спортсмены, завоевала 18 золотых, 13 серебряных и 8 бронзовых медалей. Юбилейная Спартакеада успешно закончилась, но я уверен, что спортивные площадки города Десногорска по-прежнему будут заполнены нашими работниками, которые и дальше будут заниматься спортом. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. Увидимся через неделю. Хороших новостей и всего вам самого доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»